Наш мир все еще очень слабо изучен. Свидетельством тому можно считать постоянно прибавляющиеся открытия видов разных существ планеты. И чем глубже мы исследуем нашу планету, тем больше необычных существ находим. И, конечно же, местом, где изобилие открытых видов остается просто невообразимым, остается наш океан. Самые необычные и удивительные виды рыб поражают своим разнообразием. Не верите? Тогда смотрите сами. Каламаихт – это длинная змеевидная оливково-кофейная рыбка родом из Западной Африки. Ее длина достигает 30 сантиметров при толщине не более пальца. Мордочка рыбки похожа на китайского дракона. Вид является последним выжившим представителем древних рыб, которые жили еще на заре динозавров в триасовом периоде. Многие путают ее со змеей, увидев впервые, но это именно рыба. Каламаихт склонна к побегам. Если вы решили завести ее в своем доме, то важно, чтобы аквариум был полностью закрыт, так как для совершения побега ей будет достаточно и небольшой щели. Рыба-капля. Весьма необычная форма и у рыбы-капли, которая относится к глубоководным рыбам. Ее можно видеть в тропических водах на глубине около 300 метров. Внешний вид, о котором все знают, действительно ужасен. Однако в своей естественной среде обитания эта рыба не так уж и уродлива. Рассветки у данных рыб самые разнообразные и зависят от цвета родного коралла, где они обитают. Удивительно, что рыба-капля способна ходить по дну на плавниках, как наземные четвероногие, ожидая, что добыча сама приплывет к ней. Ее желеобразное тело имеет мягкие кости и очень слабые мышцы, поэтому, когда она попадается в сети и достается на поверхность, декомпрессия заставляет ее расширяться и вызывает расслабление кожи, искажая черты. А на суше или на палубе лодки обрюзгшая ткань рыбы не удерживает своей структуры тела, поэтому она превращается в бесформенную массу, очень похожую на выброшенную медузу. Луна-рыба. А эта открыта в 1759 году. Рыба-луна имеет сжатое с боков тело, чрезвычайно высокое и короткое, что придает ей крайне странный вид. Она напоминает по форме диск. Кожа рыбы-луны толстая и эластичная, покрыта мелкими костными бугорками. Часто можно увидеть луну-рыбу, лежащую на боку на поверхности воды. Взрослая луна-рыба – очень плохой пловец, не способный преодолеть сильное течение. Питается планктоном, а также кальмарами, личинками угрей, сальпами, грибневиками и медузами. Может достигать гигантских размеров в несколько десятков метров и весить полторы тонны. До настоящей луны далеко, но на маленький метеорит вполне потянет. Площеносец. Эти акулы внешне значительно больше напоминают странную морскую змею или угря, чем своих ближайших сородичей. У площеносной акулы – жаберные отверстия, которых насчитывается по шесть с каждой стороны, прикрыты кожными складками. При этом перепонки первой жаберной щели пересекают горло рыбы и соединяются между собой, образуя широкую кожную лопасть. Наряду с акулой домовым является одной из самых редких акул на планете. На сегодня известно не более сотни экземпляров этих рыб и изучены они крайне плохо. Волосатый морской черт. Еще одни странные и страшные рыбы, открытые в 1930 году и обитающие на глубоком дне, где нет солнечного света от одного километра и глубже. Для приманки обитателей морских глубин используется специальный светящийся нарост на лбу, характерный всему отряду удильщикообразных. Благодаря особому метаболизму и крайне острым зубам он может есть все, что попадется, даже если жертва в разы больше и тоже является хищником. Разможается не менее странно, чем выглядит и питается. Ввиду необычно суровых условий и редкости рыб, самец в 10 раз меньший за самку прикрепляется к плоти своей избранницы и передает все необходимое через кровь. Довольно необычно. Лиственный морской дракон. Первый вопрос, который возникает у большинства людей при виде этого существа, что это такое? Лиственный морской дракон относится к семейству морских коньков. Его также называют тряпичником из-за его необычного тела, действительно напоминающего тряпку. Однако на дракона он тоже похож за счет своей изогнутости. Лиственный дракон – совершенно безобидное животное. Максимум, что он может сделать – спрятаться в водоросли и замаскироваться под них. Необычность одной из самых красивых рыб в мире также обусловлена ее питанием. Дракон просто засасывает всех мелких рыб и креветок вокруг себя, поэтому часто к нему в рот попадают различные водоросли и даже мусор. Бочка глаз. Странная рыба с прозрачной головой мало изучена на сегодняшний день, потому представляет собой большой интерес. Любые попытки ученых достать бочка глаза из воды заканчивались крахом. Рыбья голова просто лопалась при контакте с воздухом. Однако благодаря глубоководным аппаратам все же удалось сделать некоторые заключения об особенностях этой рыбы. Бочка глаза очень малоподвижны и могут подолгу застывать на одном месте. Глаза их находятся внутри головы и позволяют видеть все, что находится над рыбой, даже когда она плывет в горизонтальном направлении. Когда макропинна замечает жертву, он делает резкий рывок снизу вверх. Другой способ охоты – дождаться, пока жертва сама спустится сверху вниз и попадет на уровень рта охотника, а затем неожиданно схватить ее. Чтобы добыча оставалась в поле зрения, глаза разворачиваются из вертикального в горизонтальное положение. Рыба анабас Рыба анабас В отличие от предыдущих участников рейтинга, анабас не отличается необычным внешним видом. Он не светится в темноте и не имеет метровых плавников. Все дело в том, что эта рыба просто обожает лазить по деревьям. Твердые плавники с жесткой чешуей на суше выполняют функцию ножек и позволяют анабасу взбираться на камни и деревья. Анабас обитает в пресной воде, селится в реках, небольших озерах и, как бы это дико ни звучало, на рисовых полях. Психоделическая рыба-легушка Самая необычная черта этой рыбы – стиль ее передвижения. По принципу реактивного двигателя она раздувается и со всей силы выталкивает через жабры воду. Тем самым она напоминает лягушку, скачущую по дну океана, ну или теннисный шарик. А еще у нее есть лапы, которые тоже помогают в передвижении по дну. У психоделической рыбы нет чешуи, поэтому защищаться от царапин ей помогает густая слизь, обволакивающая все ее тело. Еще одной необычной отличительной чертой этого загадочного существа является ее яркая полосатая окраска. Действительно гипнотическое воздействие. Сельдяной король Сельдяной король или рыба-ремень – самая длинная особь этого вида, официально зарегистрированная, достигала 11 метров. Максимальная подтвержденная масса рыбы-ремня – 272 килограмма. Норвежские рыбаки назвали рыбу так за то, что она часто встречалась в косяках сельди. На ее голове из пенного плавника растет образование, которое похоже на корону. Благодаря длинному телу сельдяной король стал прообразом мифа о морском змее с лошадиной головой. Моряков пугало 10-метровое чудище, корону которого принимали за гриву. Мясо-ремень рыбы не нравится даже животным, поэтому ловят сельдяного короля скорее ради спортивного интереса, чем ради наживы. Голубой зубастый терпуг – свое название эта странная рыба получила не просто так. Широкий рот терпуга усеян множеством острых зубов. На разных этапах взросления терпуги достигают в длину от 40 до 75 сантиметров, а самые крупные особи вырастают аж до полутора метра. Водится зубастый терпуг в Тихом океане исключительно вдоль западного побережья Северной Америки – от Аляски на севере до Калифорнии на юге. Главная особенность этой рыбы – синий цвет мяса. Филе зубастого терпуга чаще всего бирюзовое, иногда с уклоном в синеву, а иногда по оттенку ближе к зеленому. Виной тому природный краситель Биливердин. Любопытно, что столь необычный цвет свойственен только молодняку. Самцы терпуга живут 14 лет, а самке все 25 лет. Чем взрослее становится рыба, тем белее ее мясо. Во время приготовления в пищу синий цвет рыбьего филе исчезает совсем. Большерот Большерот обитает в Тихом Атлантическом и Индийском океанах на глубине от 500 до 3000 метров. Тело большерота длинное и узкое, внешне напоминает тугря 60 сантиметров, иногда до 1 метра. Из-за гигантской растягивающейся пасти, похожей на сумку клюва у пеликана, имеет второе название рыба-пеликан. Длина пасти составляет практически 1 треть от общей длины, остальная часть – тонкое тело, переходящее в хвостовую нить, на конце которой располагается светящийся орган. У большерота нет чешуи, плавательного пузыря, ребер, анального плавника и полноценного костного скелета. Их скелет состоит из нескольких деформированных костей и легких речей, поэтому эти рыбы достаточно легкие. Из-за плохо развитых плавников эти рыбы не могут быстро плавать. Благодаря размерам пасти эта рыба способна заглотить добычу, превышающую ее в размерах. Поглощенная жертва попадает в желудок, который способен растягиваться до огромных размеров. Рыба-камень. Уже из названия понятно, что это существо обладает отнюдь непривлекательной внешностью. Кроме того, оно еще имеет и ядовитые шипы на спине. В окраске преобладают темные коричневые цвета, все тело покрыто наростами. Голова крупная, с еле заметными глазками и большим ртом. Рыба-камень небольшая, вырастая до 50 сантиметров, является хищником. Она поедает мелких рыб и ракообразных, которые имели неосторожность подплыть слишком быстро, потому что самостоятельно догнать добычу не в состоянии. Ведет малоподвижный образ жизни, предпочитает зарываться в песок и ждать, когда пища сама попросится в рот. Чаще всего обитает на мелководье Красного моря и водах Индонезии. Интересно то, что рыба-камень способна менять свой кожный покров в несколько раз за свой жизненный цикл. Кстати, рыба опасна и для человека. При незначительной угрозе она поднимает спинные шипы, и благодаря неброской внешности ее сложно заметить. Токсины, содержащиеся на шипах, поражают человека, вызывая болевой шок, а иногда и остановку сердца. Нитопырь Дарвина. Ближайшая родня этих милашек – жуткие глубоководные монстры-удильщики. В отличие от удильщиков, нитопыри пасутся на глубине в 30-120 метров. Грудные и брюшные плавники преобразованы в подобие конечностей, на которых рыба путешествует между камней и питается мелкими беспозвоночными живущими в песке. Обитает этот вид близ Галапагосских островов, где Дарвин путешествовал и открывал новые виды. Красногубую красотку он не отыскал, зато их теологи, обнаружившие это существо в середине 20-го века, решили уважить ученого, назвав чудо-юдо в его честь. Как и все удильщики, нитопырь – хищник. А еще у него есть удочка – эска, крохотный вырост, которым рыба пользуется весьма хитро. Биологи нашли в желудке нитопыря моллюсков, которые почти все время проводят в песке. Чтобы выманить обед, нитопырь трясет эской и выделяет в воду ароматы падали. На этот дивный запах и клюет добыча. А красочные губки – обязательный элемент во время периода размножения. У кого они ярче, тот и самый привлекательный. Все, как и у людей в Инстаграме. Белуга-альбинос. А вот самую дорогую икру в мире производит белуга-альбинос – большая осетровая рыба, которая живет в Каспийском море. Вес такой белуги может достигать одной тонны. Ее икра называется «алмаз», что в переводе означает «бриллиант». И не зря, потому что она золотисто-янтарного цвета. Икра белуги-альбиноса ценится во всем мире, так как икрометание особей данного вида происходит раз в сто лет. За небольшую порцию икры в сто грамм покупатели готовы отдать до двух с половиной тысяч долларов. В Европе в год добывают не более десяти килограммов золотой икры, а очередь на покупку формируется на многие годы вперед. Так что если хотите прикупить себе баночку к какому-нибудь мероприятию, то лучше озадачиться этим заранее. Рыбка-мандаринка. И вот она потрясающей красоты рыбка. При своих скромных размерах всего 6 сантиметров, она просто купается во внимании поклонников. И это неудивительно, потому что расцветка у нее очень необычная и красивая. Только взгляните на эти краски. Обитает рыбка среди рифов, ведь не зря же она имеет столь яркую расцветку, помогающую раствориться среди многоцветия морской гряды и успешно охотиться. Встречается красавица в Японском море и Тихом океане. Азиатский овцеголовый губан. Ну а эта рыба проживает на территории японских островов и не отличается ни яркостью, ни милым лицом. У овцеголового губана голова очень странной формы, с увеличенным лбом и подбородком. На лице расположены пухлые большие губы и маленькие глаза. Голова рыбы напоминает выпуклую картофелину, что придает ей одновременно смешного и сурового вида. Губаны живут долгую интересную жизнь, так как вначале они рождаются самками, а после того, как произведут на свет икринок, меняют свой пол на мужской. Вот такие они самые необычные и удивительные рыбы мирового океана. Конечно, можно найти еще множество уже открытых видов, которые будут выглядеть гораздо страшнее. Или же отправиться в экспедицию и обнаружить новых представителей подводного мира. Но для этого нужно создавать передачу не на один час. А если вы хотите быстро удивить кого-то из ваших знакомых, то обязательно покажите им этот короткий ролик. Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!